об этом холдинге компании так демонстрация экрана включилась да вижу отлично это получается x100 первая международная платформа где каждый человек может получать пассивный доход от малого и среднего бизнеса здесь мы видим на этом слайде примеры тех компаний которые в мире очень знаменитые практически каждый их знает там amazon booking netflix alibaba facebook nb uber те компании когда с самого начала начиная развиваться кто разобрался в них модель модели увидев перспективу заинвестировал он что либо доллар миллионер либо миллиардер стал то же самое часто становится с x100 холдинг это тоже большой холдинг в десятку крупных мировых компаниях которые намерены час идти и он туда стремительно идет сейчас буду как раз рассказывать и пазл будет больше собираться и понимание придет сюда уже заходит на сегодняшний момент 19 брендов а x100 обозначает что в этом холдинге будет находиться 100 разных брендов 100 разных ниш где как раз происходит такая дерификация одна друг другая ниша друг друга как раз дополняет это как раз наземный малый средний бизнес который очень хорошо можно масштабировать и не только в одной стране если мы посмотрим суши мастер это все началось и мир суши галерея суши это две сети вот эти маленькие значки где мы видим это было приобретенное как раз получать суши мастер не скупили эти сети дальше их масштабирует развивает более 365 ресторанов уже работает 164 города в один со стороны мира майбокс в прошлом году эту сеть скупили 299 ресторанов мы как видим здесь в одной стране работают успешно моно пицца это новое направление где они запустили уже 14 ресторанов пиццерии успешно работают хлебополис 4 пекарни уже работают чего-чего 50 процентов бизнес они скупили в четырех странах мира этот бренд работает более 603 точки инди бьюти конворки 36 точек уже работает в одной стране 25 городов биг бро барбершоп как мы видим 73 точки успешно уже работает четырех странах мира площадка местный барбершоп 29 филиалов работает легион это компьютерный клуб направления сегодня вот открытие второго как раз происходит уже один тоже запустили уже едва стейфликс это в красноярске колизей спортклубы которые сюда подсоединить тоже 16 салонов успешно работают все бренды которые здесь мы сейчас видим это не конечная цифра заинтересованность этих брендов дальше идти масштабировать если суши рестораны посмотрим общее количество минимум 30 тысяч филиалов открыть то же самое стать узнаваемым брендом как mcdonald's burger king kfc и так далее эти бренды нам они все известны здесь вот суши никто еще не создавал большую международную сеть сейчас как раз x100 holding этим занимается и эти бренды которые мы еще видим пиццария монопицца здесь хлебополис тоже заинтересованы дальше масштабироваться пара тысяч точек тоже открыть вот так выглядит получается суши мастер где кому-то это уже знакомо я сейчас вам тоже покажу карту можно будет посмотреть и не масштаб мировую карту где что находится монопицца хлебополис как мы понимаем это те продукты где ежедневно потребность человека закрывает потому что человек что на еде постоянно зарабатывается да так смотри к нам кто-то еще подсоединяется запущу легион компьютерный клуб например молодежь очень активно играет и взрослые тоже приходит даже кинотеатр там да они что делают фильмы тоже смотрят чё-чё парикмахерская вот эту сеть которую 50 процентов купили ее дальше масштабирует быстрая стрижка от 200 рублей всего лишь за 15 минут пришел тебя сделали готова май бокс эту сеть которые тоже скупили следующая здесь мы видим как все развивалось вообще развитие пошло с 2014 года это другой слайд будет где можно будет посмотреть там было 4 ресторана 2015 год было 16 ресторанов там как раз алексиновский подсоединился и там пошло развитие как мы видим с 2015 на 16 год на 53 ресторана выросли это получается скачок да почти в три раза произошел потом опять удвоение на семнадцатый год 2017 восемнадцатом году 2018 видим там вот это акула да это мир суши и галерея суши два бренда скупили подсоединились тоже 2019 году мы видим на пицца направления подключили новое пошло двадцатом году конечно же мы видим здесь масштаб побольше здесь уже были скупленные бренды и завершили этот год более 647 филиалов на сегодняшнем момент уже полторы тысячи филиалов рабочих в эти 19 ниш работают концу года планируется минимум до 1800 либо до 2000 до идет точек всех совместных этих брендов алексиновский кто-то его знает не знает сейчас коротко о нем знаете отлично коротко о нем может кто-то еще не знает а успешный мультимиллионер бизнесмен родом с украины 30 лет проживает уже в америке не раз уже успешно свой бизнес делал продавал он еще кооперативный университет запустил 11 лет назад где начал обучать бизнесменов масштабирование бизнеса финансово грамотно обучает бизнес интеллект и ряд других программ он до сих пор обучает от фанат своего дела он как и он на его серезум проводит обучение в день минимум по два-три часа и оффлайн тоже на земле проводят семинары за это время 11 лет он обучил более 26 тысяч человек уже почти до 27 тысяч доходит это показывает что спрос на продукт у него доходит что показывает тенденция кто обучается рекомендации идут и приходит и достигает хороших результатов достигать серьезные программы управление там и так далее своего бизнеса с правой стороны мы видим и вон и такой основной костяк топ-менеджмент чтобы управлять таким большим холдингом и масштабироваться не в одной стране как мы видим уже в 13 странах мира работать бизнес нужны крутые управленцы сюда самые сильные приходят почему самые такие топовые здесь нет ограничения нет потолка как на обычный топ-менеджер который там профессии например вот она островская мы здесь вот внизу видим в макдональдсе проработала 15 лет занимала должность высокую но там у нее потолок был здесь нет здесь можно по колено лестнице подниматься и подниматься да здесь можно и страной управлять целыми у них есть определенные разные позиции конечно и по доходу нет ограничения у них они еще получают определенный процент за определенные достижения ну и конечно они что еще владеет опционами холдинга и все замотивированы как раз куда компания еще идет выход на биржу в это направление такой шаг большой тоже еще делать про каждого здесь а топ-менеджер можно долго говорить можно и брифинги разное посмотреть себя закинувая в разных сферах где они раньше работают очень хорошо вот дмитрий горын это в украине самый сильный айтишник специалистом тоже сюда пришел здесь айти сферам которые вот все на этом держится это футех айти направление грубо говоря в эту всю концепцию описать развивается очень сильно здесь мы можем по карте посмотреть как это развитие идет что в россии очень сильно оттуда все началось казахстан развивается сейчас киргизия узбекистан мы видим азербайджан даже в португалии уже один ресторан открыть польша 5 ресторанов сейчас будет 40 ресторанов открываться уже все проинвестировали уже место там не получить предложение очень вкусное было быстро разобрали в украине тоже уже места не получить все разобрали уже более 132 ресторана работает в румынии час уже планируется две точки в майами в америке будет открываться до двадцатого девятого года минимум 230 ресторанов только в америке будет открывать происходить александр поскольку нас слушают партнера вот из киргизии ты упомянул что там уже есть вот хочу показать да посмотрите вот карту я открыл ведь переключил здесь можно посмотреть где находится филиал рабочий по адресу можно все проверить пройти посмотреть вот киргизия да давайте посмотрим бешкек вот у нас есть бешкек что у нас у нас есть big bro площадка барбершопа видите у нас есть можно даже посмотреть может кому-то знакомы эти улицы это бренда находится это нам принадлежит потом что еще в городе находится посмотрим да окей рядом что алматы окей там есть рестораны как мы видим до суши мастер в значок логотип а так мы можем смотреть в любой до стране где час открытия есть час генерального директора на германию швейцарию и австрию ищут очень странно заинтересованы в масштабе плюс скупка бизнесов а здесь концепция холдинга не только с нуля открывать филиалы а готовые бизнесы скупать как май бокс 299 ресторанов за раз купили эту сеть и подсоединились капитализация сразу холдинга выросла кто владеет опционами у них сразу доходность повысила опционы есть тоже сейчас дальше буду рассказывать мы вот видим да что масштаб короче поражает такой приятный большой и что интересное в разных валютах мы здесь зарабатываем потому что дерификация в разных тех странах которые валюта если мы инвестируем там мы как раз и зарабатываем следующее да вы как озвучил здесь уже это даже слайд надо актуализировать уже здесь доходит почти до полторы тысячи филиалов всегда каждый день какие-то открытия происходят даже за процессом не уследить столько много всего все начиналось 2014 года где вот как раз я озвучил это получается у нас уже работает да что мы видим как пошло развитие было 132 сотрудника но сейчас уже насчитывается 12 тысяч сотрудников здесь они создают рабочие хорошие места где любой курьер даже может до генерального директора ресторана подняться либо там еще выше позицию здесь тоже нет такого предела есть специальная своя обучающая платформа где работников обучается и так далее много что они за эти время время сделаем мы посмотрим здесь штатистику почему суши такое направление еще выбрали да одно из таких важных эта штатистика сама за собой говорит что тренд еды набирает все больше обороты здесь уже вот европу посмотрим 47 процентов суши россия 22 почти процента пицца она даже хуже по процентам и думаю пицца же первое место большинство же все пиццы сашлыки там бургеры и русская кухня да это дэвери клаб штатистка и вот большой сети никто не создавал вот сейчас стремится для чего создать большую сеть как раз чтобы отличаться как раз и выделяться тоже как вот старбакс макдональдс что было что доверие клиенты мы понимаем на эту марку идут за 2021 год что было открыто еще сейчас скажу что за двадцатый год было вообще открыто как мы видим что коронавирус пошел там вообще большинство бизнесов же просела а здесь наоборот не просел бизнес прошлом году только 92 ресторана с нуля открыли это показывает что управленцы могут даже когда в мире же какая-то не стабильно ситуация происходит выигрывать еще потому что в правильной ниши находится и правильные управленцы стоят они показатели очень хорошие показатели выросли за прошлый год еще в этом году уже два ресторана my box вот открыли 50 суши мастер ресторанов уже открыли 3 пекарни бьюти к воркинг 15 8 пиццерии 33 парикмахерские чио чио и 3 барбер шопа как мы видим 114 филиалов уже в этом году только это до конца года еще будет порядка открыто пара сотен здесь эти новые бренды которые вот подсоединение искупили там my box где озвучила чио чио биг бро площадка инди бьюти к воркинг нам предлагает холдинг для простых людей стать здесь что инвесторами совладеется бизнеса либо акционера компании это мы можем управленческую франшизу брать часто расскажу что это такое и опционы это мы можем вообще как совладеется все холдинга стать доли от прибыли пока на данный момент все раскупили очень вкусные предложения были сейчас готовится новое предложение которое будет представлен здесь такие продукты они заканчиваются потому что это реальный бизнес это не такая резиновая как говорится лодка что без конца что-то есть да александр я задам вопрос который возможно вот у наших партнеров из кыргызстана возникает можешь вернуть на слайд где там перечислены вот эти бизнесы которые присоединились вот например да вот смотрите чтобы у партнеров было понимание есть разные бренды майбокс алё максат вы спрашиваете что-то или что ясно вы тогда давайте знаете как вы выключите микрофон потому что то вы что-то говорите я думаю мы думаем что вы что-то спрашиваете хорошо значит и вот возникает вопрос вот эти вот бренды которые мы здесь видим это алекс яновский придумал или короче откуда вот эти вот появляются бизнесы которые присоединяются к холдингу да эти бренды не бизнеса не алекс яновский придумал эти бизнесы которые уже другие люди придумал которые успешно работали но которым выгодно было объединиться с кем-то и масштабироваться дальше. И как раз за счет того, что вот Алекс Синовский собрал такой костяк топ-менеджеров, которые как раз могут масштабировать бизнес, ни в одной стране, как они показали, в 13 странах мира работают, да, и достигать больше точек открытия. Например, вот Чио-Чио, 605 парикмахстерс у них открыто, успешно работают. Почему они сюда пришли, если они так хорошо развиваются? Потому что увидите, с этим холдингом они 10 тысяч филиалов могут открыть. Они еще быстрее к них не цели пройдут. За коротшее время им выгодно с прибыли делиться, получается, чтобы в масштабах вырастить. То же самое MyBox. Они его полностью скупили. Если так работают по 400 ресторан успешно, думают, ну зачем продавать, да? Ну зачем основать? И большинство столько головной боли, когда он может что, делиться процентом? Какой-то процент себе оставил? Компания дальше холдинг масштабирует и создает больше открытия MyBox. И еще будет ресторан открываться, где основатель будет дальше получать свои проценты. Ему не нужно управлять головную боль. Он может спокойно, что? Очень крутой, пассивный доход получать. То же самое вот это Indie, Beautiful Working, все это тоже, которое подключилось. Получается, сюда приходят, потому что они видят потенциал управленцев в масштабах. Смотрите, когда, вот, например, все больше ресторанов становится, вот сейчас ресторанов суши только 650 уже. Получается, когда они даже продукт покупают, рис, они тоннами покупают, лосось тоннами, сыр тоннами. Это что происходит? По выгодней цене могут купить. Если один бизнесмен откроет один филиал ресторана, какая стоимость на продукцию? Она высокая. А если ты берешь там на 650 ресторанов, представляете, какая стоимость можно продукта уже? На этом уже можно выручку какую заработать. Из-за этого, когда многие удивляются, почему ресторан такой прыгай приносит, хороший, хотя у него знакомые, например, такое не делают. В масштабах разница. Вот это. И в управленцев, конечно. Как они еще генерируют поток клиентов. Вот у нас брифинг прошел, скоро будет запись. Потом мы сюда в чат скинем, где мы как раз все собрались. Советую посмотреть, где рассказывают, как они выросли. Сравнение делают. Каждый месяц отчетность показывает. Насколько растут. Что сколько они в прошлом месяце только на суше более трех миллионов клиентов накормили. Это тоже о многом чем говорит. Хорошо, Александр, спасибо. Максат, может быть, у вас и у ваших партнеров по первой части есть вопросы какие-то? Именно сама концепция холдинга. Понятно? У нас пока нет вопросов, но мы слушаем. В конце можем. Хорошо, хорошо. Но если будут вопросы, не стесняйтесь задавать. Собственно, моя и Александра задача как раз разъяснить все моменты. Хорошо, продолжаем, Александр. Да, я люблю вопрос, потому что нужно разбираться и не делать ошибку, я скажу, которую я три года назад сделал. Потому что я не разобрался, сказал, да, какая-то непонятная и прошел мимо. За три года я посчитал, у меня было бы 10 ресторанов просто, а их сейчас нет. Но у меня сейчас другое есть, конечно, за год я здесь и сделал. Но если бы разобрался, это, можно сказать, время, фактор такой интересный. Насчет опционов. Вот это тот продукт, который ограничение тоже есть. Получается, рано или поздно скупится, 2% всего лишь осталось. Это получается, мы можем совладеть со всех этих брендов, кстати, которые я перечисливал, да, вот, которые мы еще раз видим и которые будут подключаться. Мы можем в головную компанию заинвестировать, пока она на биржу не вышла. Мы понимаем, когда на международную биржу выходит, стоимость опционов превращается в акции и вырастает очень сильно. Компания сейчас оценивается в 1 миллиард долларов уже. Будет выходить минимум 5 миллиардов. Стремиться до оценки дойти. Это примерно срок 10-20 лет под тем отчетом, которым сейчас двигается, как они масштабируются, капитализация растет. До триллиона долларов может дойти. Можно математически просто посчитать, насколько опционы могут вырастить. Это очень много иксов. Там до 1000 иксов может дойти. Да, немножко это время, но время все равно пройдет. Из-за этого у нас есть такой вариант здесь как раз заинвестировать. Здесь пример такой с одной певицей есть, как, например, Uber-акции. Никто не думал, что они так могут вырасти. В 2015 году гонорар получила 6 миллионов. Не продала через 4 года 300 миллионов долларов. Нехило. Художник в 2005 год от Facebook получил тоже опционы за свою работу 60 тысяч долларов. В 2012 году это 200 миллионов долларов было, а в 2020 году уже 1.4 миллиард. Сумма, конечно, сильно внушительная. У нас вот, чтобы стать совладельцем акционера, есть разный порог инвестиций. Чем мы больше инвестируем, тем меньше у нас стоимость по ценам. Мы видим одного опциона. Это как раз акции будущей компании. Если мы 15 тысяч долларов инвестируем, за 40 долларов мы получаем один опцион. В прошлом году, как раз год назад, летом начало продаваться это. Цена постепенно сейчас растет, как капитализация растет. Было 20 долларов. За год уже на 100% капитализация, да, здесь уже выросло. Конечно, у нас есть еще предложение от 1700 долларов. Это можно потом рассмотреть. Скажу, что определенное есть. А здесь у нас есть такой расчет очень интересный. Александр, я задам вопрос сразу. Вернись, пожалуйста, на предыдущий слайд. Вот слово опцион для меня, и я уверен, что для многих тоже достаточно новое. Можешь пояснить, что такое опцион на акции? Да. Опцион – это получается право получения на акции. Сейчас не могут называть акции, потому что компания еще на биржу не вышла. Не имеет права. Из-за этого их называют опционы. Когда компания выходит официально, все, вы получите акции компании. Вы можете здесь акционерно, вы можете до выхода уже получить серификат. Это от 10 тысяч долларов, если вы инвестируете, и вы уже в регистр акционеров заходите. То есть получается, пока компания еще не вышла на биржу, опцион, можно сказать, это право на какую-то часть акций, да? Да, делаю документально, все получаете, все верно. И регистр акционеров еще. Минимальный за сколько можно купить вот этот акцион? Да, 1700 долларов. И максимально? Максимально 250 тысяч долларов, но можно и миллионы, два миллиона долларов. А минимально? 1700 долларов. Каждый месяц порог идет выше. В прошлом месяце было 1500, сейчас 1700. Грубо говоря, сегодня заинвестировать 1700? Чего это зависит? От чего зависит? От чего зависит? Цена? Цена. Да, от того, что капитализация компании растет за счет того, скупка новых брендов и открытие новых филиалов. Компания дорожает с каждым днем, можно сказать. Потому что больше ресторанов открывается, и у них становится ликвидность дороже. Александр, тогда возникает вопрос, а вот эти пакеты, которые мы покупаем в кабинете от 8000 рублей, это что? Это сейчас мы придем, мы сейчас дальше придем к этому продукту тоже. Насчет этого есть какой-то еще вопрос? На данный момент. Значит, вопрос смотри. Количество 375 – это акций, если я правильно понимаю. Или там 8000, 6500. Да, есть 15000 долларов мы инвестируем, цена за 1,40 и 345 в пакете штук находится. 375. Да. Понятно. 375. Да. Да, все верно. Это показывает, чем мы больше инвестируем, чем больше пакет берем, дешевле получаем. Ну, получается, как оптом берем, да. Да, все верно. Вот в прошлом лете я брал, могу потом свой кабинет показать, я за 20 долларов брал. Да, у меня сейчас на 100% уже за год выросли. Можно сказать, неплохо. Что нам даст при выходе на биржу? За счет того, что капитализация сейчас 1 миллиард долларов, а 5 миллиардов будет выходить, если мы 5 миллиардов на миллиардеем, 5 иксов получаем. Знаешь, мы можем увеличить в 5 раз. Это как минимум. Но здесь на перспективу еще больше мы можем заработать. Здесь у нас расчет насчет недвижимости есть. Кто-то разбирается, кто-то не разбирается. Если посмотреть, недвижимость просто на данный момент уже не так сильно актуальна, как раньше стало. И все становится уже... Здесь за 15 лет только мы можем свои деньги практически отбить. А здесь у нас есть вариант за 7 лет, за 2, за 3 года. И потом чистой прыгой получать. Отзывы есть. Здесь можно посмотреть, кто инвестировал 4 года назад, 5 лет назад. Кто инвестировал 4,5 года назад, они, промноживая капитал, они в рестораны суши инвестировали, в опционы. Сейчас расскажу этот продукт. Они 22 икса сделали за 4,5 года. С 1000 долларов 22 тысячи долларов. Очень круто. И компания готова выкупить у них прямо сейчас, пока еще на биржу не вышли. Никто не продает. Потому что они понимают, когда на биржу выйдет, они еще 3, либо больше икса сделают. Провели акционирование уже тоже. Компания есть уже там. В процессе сейчас все полностью. Дальше идет при выходе, что нужно на биржу и так далее. Все готовится. Эн Сантьян, крупная четверка мировых компаний, юридическая, которая их сопровождает, как раз этим процессом занимается. Есть вот этот продукт, как раз то, что ты как раз озвучил, Андрей. Это доходный опцион суши ресторанов. Это мы с дивидендами получаем. Получается, мы не два продукта в одном получаем, плюс мы еще 15% годовых получаем. Каждый день отчисления, раз в месяц выводим, либо реинвестируем, создаем сложный процент. Грубо говоря, сегодня мы заинвестировали, у нас разные пороки инвестиций есть. Начинается у нас там от 8000 рублей. Мы заинвестировали, каждое начисление раз в месяц выводим от 1000 рублей заработанных, либо реинвестируем. И через три года при выходе на биржу, что будет от суши, это сейчас отдельно мы берем, мы только что смотрим весь холдинг опцион, а это только одно направление суши ресторана. Мы получим здесь, примерно в три раза вырастут наши опционы, сумма инвестиций. Почему? Потому что за три года три раза количество ресторанов их больше будет, чем на данный момент. Из-за этого это повлияет как раз на рост наших опционов, держаем. Здесь мы тоже самое видим. Чем мы больше инвестируем сумму, нам дешевле достается. Вот на слайде, секунду, на слайде минимальный пакет три опциона, да, 4500. Это просто раньше такая стоимость была? По пятницам у нас такая есть фишка, день инвестора, можно заходить и тестировать, себе приобрести, посмотреть, как поиграться, как пробник. Это имеется в виду дополнительно к 8000 или можно даже не покупая 8000 попробовать? Это сперва минимально 8000, а потом нужно еще брать. Да. Кто хочет, например, кто-то ресторан взял и опцион и говорит, а я хочу что-то еще, и потом он это может взять. Да, то есть здесь, опять же, для партнеров Life is Good сразу хочу тоже отметить, как вы знаете, чтобы открыть счет ВИСТа, это надо минимально иметь 1100 евро, что для России, для Киргизстана, в общем-то, достаточно там серьезная сумма сейчас. Именно здесь можно начать буквально с 8000 рублей, это получается где-то 100 долларов, там с небольшим, порядка 100 долларов, и, как Александр говорит, можно по пятницам еще дополнительно докупать по 1500 рублей опцион. Да, вот что интересно, а когда вы суммарно набираете там 2400 рублей, вы даже за 1200 рублей можете докупать. Вам становится на 400 рублей дешевле один опцион суши. Тоже очень интересно такое, и создается сложный процент. Могу тоже потом показать. Здесь еще вот такое, самое такое, это ноу-хау, сейчас многие компании начинают модель такой копировать, это многие задумывают свой ресторан иметь, там пиццерия, спортклуб и так далее, но мы понимаем, насколько там нужно управлять, все этим заниматься. Здесь компания что предлагает нам, возможно, стать собственниками ресторана, на нас юридические документы оформляются. Ну, компания, что она делает? Она все за нас делает. Локацию, подборка, закуп, найм, обучение, персонал, реклама, безопасность, клиенты, привлечение, все занимается. Нам не надо ничего. Мы просто сидим и смотрим, как происходит процесс открытия нашего ресторана, либо пиццерии, парикмахстер и так далее. А мы получим доступ в кабинет, где система, где все отчетность есть, камера наблюдения, сейчас прямо в живой ресторан зайду, вам покажу, как мы можем заходить, смотреть, как кассиры работают, как повара у нас на кухне работают, чек какой в кассу заходит, все мы можем отслеживать, выручка какая в день была сделана, можно провалиться в цифры, все смотреть. Вот то, что нам представляет вариант такой, для чего? Чтобы как раз мы были уверены, что мы в одной стране можем жить, а бизнес иметь в другой, туда ни разу не приезжать и быть чисто уверенным, что у нас, куда мы заинвестили, там и деньги работают. Сейчас тоже расскажу и покажу, сколько... То есть, если правильно я понимаю, не обязательно, если ты живешь, например, в Киргизии, у тебя должен быть ресторан в Киргизии, ты можешь в другой стране открыть свой ресторан и стать его собственником, да? Да, все верно. У нас есть многие инвестора, которые в одной стране живут, в другой ни разу не ехают, и они говорят, зачем нам ехать туда. Ресторан успешно работает, в систему отчетности заходит, все наблюдает. Вот смотрите, зайдем вот в рестораны, например, видно у меня слайд переключился? Да, видно. Отлично. Зайдем, например, вот Украина, Черновцы, видим. Вот время, в реальном времени, смотрите, что происходит в ресторане, видим. Здесь не такие сидящие места много, здесь такие на вынос, на заказ работают, как фастфуд, быстрое питание. На кухню можем зайти посмотреть, что у нас на кухне происходит. Смотрим, вот повар роллы крутит, да? Как работает. Можем здесь разные камеры смотреть, у нас все есть. Что у нас происходит, да? Кассира там, например, зал ожидания. Ну, видим, есть клиенты, ждут заказы. Окей. И другие отчетности здесь, повар, BI. Все у нас есть. Можно здесь копаться. Кому интересно, я могу предоставить. Да, то есть, коллеги, представьте себе картину, да? Вот в городе Черновцы, на Украине, люди зашли поесть суши, а мы там сейчас из Швейцарии, из России, из Киргизстана зашли и сейчас можем в прямом эфире это наблюдать. И быть, соответственно, владельцами, совладельцами этого бизнеса. Да, насколько это круто. И не нужно ничего знать и управлять, потому что здесь все, отчетная система есть, мы смотрим. Сейчас давайте я расскажу и покажу, сколько вообще ресторана зарабатывают, какая доходность здесь. И как вообще мы можем наши инвестиции, каковы инвесторы интересуются. А когда я получу свои деньги назад? Каждый же задает себе этот вопрос, правильно же? Да. Здесь получается, мы можем за 2-3 года наши инвестиции вернуть назад. Уже модель показала, бывает и раньше. Возьмем 2-3 года. Здесь как получается? Примерно 3-6 месяцев ресторан плюс не приносит, потому что это операционный минус он работает. Пока клиентская база, он разгонится. Потом он начинает в плюс выходить. Когда он только начинает в плюс зарабатывать, чистая прибыль, когда все работники зарплату, там продукты все получили, аренда и так далее, электричество все заплатили, чистая прибыль. Делится. Инвестор 90% получает прибыль. Компания 10%. За 3 года, когда инвестор получил свои деньги назад, что компания делает тогда? Прибыль делит 50 на 50. Дальше управляет, а инвестор дальше получает. За 3 года мы понимаем, ресторан раскрутился, доходность уже очень интересна, потому что доход получается от 20, до 50% или выше даже есть в годовые, где мы получаем. Примерно один ресторан приносит 2-3 тысячи долларов в месяц чистой прибы. Доходит максимальный ресторан уже до 26 тысяч долларов в месяц. Это такая планка, что понимает, и 5 может, и 10 тысяч долларов приносить. Разный месяц разный вариант разному приносит, как мы понимаем. Кто-то в отпуск уезжает, категория людей из города, тогда он меньше. В среде мы такие вот цифры имеем. Самый минимум, где я озвучу вот от 2 тысяч, там с половиной, начиная с 3 тысячи, и максимум до 26 тысяч долларов ресторанам приносит. Очень здорово, такая доходность. Есть разный порог инвестиций. От 50 тысяч долларов, это мы можем в город зайти, не одним рестораном владеть, а пулом. 5 ресторанов, мы 50 тысяч инвестируем, от каждого ресторана у нас доля. Один больше зарабатывает, другим меньше, в среднем мы получаем 20-50% годовых. Квартальная выплата происходит. Мы можем и в пиццерию инвестировать, и те модели, которые сейчас готовятся, будут запускаться как парикмахерская, пекарню можем, легион, компьютерный клуб направления. Конечно, если у нас и 10 тысяч долларов есть, можно собраться полом инвесторов, и компания сказать, есть там 100 тысяч долларов, мы готовы там ресторан открыть. В каком городе можно? Потому что открытие одного ресторана от 75 тысяч долларов до 120 тысяч долларов. Почему такая разница в сумме? Страна, зависимость и помещение по размерам. Так, ну это, да, рассказывал. 14 дней, получается, у нас есть возврат гарантии инвестиций назад, если мы хотим. Клуб миллионеров есть, тоже несложные условия, которые мы можем попасть. 50 тысяч инвестируем долларов, мы туда попадаем, можем закрытые брифинги получать, сапновета, где там проходят, что там решается, стратегический план развития компании, выездные мероприятия участвовать, ездить. У нас тоже есть для обычной, для клуба миллионеров есть. В октябре следующее будет, где каждый может приехать, познакомиться, пообщаться с топ-менеджером, все это вживую тоже прочувствовать, увидеть. Вот следующее у нас в октябре планируется. Кто готов, может с радостью приехать туда, в Титаник, Мордан, Палас будет проходить. Офис уже первый в Украине открыли, когда в мире ситуация сейчас с ковидом ниже, как будет, получше. Будет больше офисов открываться, где каждый может прийти, проинформироваться себя. Ну и, конечно, что еще предлагают? Раньше работы без партнерской программы. Это с 1 января 2020 года запустили партнерскую программу, ее сюда подключили. Традиционный бизнес взяли с сетевым элементом, смешали. И это даже не сказать, как сетевой классика, потому что это нестандартный такой сетевой. Это такой наземный бизнес с партнерской программой. Как кто-то квартиры элитные там рекомендует, продает, получает процент. То же самое мы можем здесь как раз и зарабатывать, выстраивать партнерскую здесь с компанией, сотрудничать и зарабатывать свои проценты. То, что я делаю, сам инвестирую и получается строю команду международную. Здесь разные у нас доходы есть. Крутые бонусы есть, 7 разных видов доходов у нас есть. Линейный классический маркетинг план, накопительный, что он несгораемый, что очень круто есть. Если интересно, могу потом в детали рассказать. Ну, вот так, если вкратце, это такой блок информации. Что из себя X100 Holding представляет, чтобы вкратце еще подытожить, это наземный бизнес в разных нишах, в разных странах, где активно либо скупает, либо снуя что-то создает и масштабирует. И цель, конечно, им дойти, как и озвучилось, только рестораны, 30 тысяч ресторанов и других филиалов. А суммарно миллион прибыльных точек хотят сделать. Это, конечно, определенное время нужно. Ну и создается свое комьюнити тоже, где для комьюнити есть определенные тоже привилегии. Уже в России запустили такой там кэшбэк даже на продукцию. Кто суши покупает, скидку получает. Много что еще допиливается, включается. Ну и свою еще компанию доставку разрабатывают сейчас они. Это даже для конкурентов, что продукты могут доставлять. Где отдельная компания будет, где отдельно опять опционы будут, и можно ее отдельно капитализация даже 9 миллиардов долларов может вырастить, куда можно будет инвестировать. Всегда очень вкусные такие предложения появляются, где их тоже быстро разбирают. Ну и здесь, кто хочет погрузиться, юридические брифинги есть. Можно посмотреть записи, где всю структуру компании рассказывают тоже, чтобы убедиться, увидеть, что это реальный бизнес, что не какая-то там финансовая пирамида замазана, замаскирована и так далее. Реально все работает, и не первый год уже работает. И в прошлый год выросли очень сильно, когда в мире стабильная, такая нестабильная, то есть ситуация была, а здесь успешно дальше растут, обороты набирает, и предела нет, как говорится, и идет все быстрее с каждым годом. Я сейчас готов ответить на ваши вопросы, давайте пообщаемся. Как вообще поняли информацию, насколько понятна модель, сталкивались с такой возможностью, либо уже слышали где-то? Немножко слышно, тихо. Можете я немножко к микрофону поближе? Я могу, конечно, кричать, но вы нам рассказали поверхностную информацию, вы говорите, если хотите подробнее, то расскажу. Меня что интересует? Сейчас как бы я не хочу, ну там, у меня нету в планах открывать ресторанный бизнес и так далее, да? Я от Махстата услышала, что здесь инвестиции можно инвестировать. Вы сказали, что можно с 800 рублей начать. Что я буду иметь с 800? На каком сроке что? Да, и до ресторанного бизнеса, конечно, это далеко. Вот можете опционно сказать для новичков, что? Потому что новички, наверное, они сразу миллионы будут уложить, да, смотреть с минимума начать, что мы будем иметь с минимума. Вот, допустим, у нас власти в год, все понятно, да? Пришел, тысячи сто положил, там довел до какой-то суммы и получает свой пактивный доход. Вот то, о чем вы говорите, это же пактивный доход? Да. Да, я так поняла, что здесь еще есть и активный доход. Да, все верно. До активного дохода меня сейчас интересует только пассивный доход. Вот положила я 800 рублей, что... Нет, не 800, а 800. 8 тысяч рублей, да? Хорошо, давайте я вам расскажу. Я вас понял. Да, потому что здесь два варианта есть. Я же тоже команду строю, например, да? У меня же организация сейчас до тысячи человек тоже вот за год и два месяца выросла. Люди, потому что очень сильно сюда идут, потому что вот прозрачность хорошая. Что вы получаете? Заинвестирую 8 тысяч рублей сегодня. Послезавтра вы начинаете получать прибыль, да? Она что, она каждый день будет приходить в течение трех лет, пока компания на IPO не выйдет. Как она только выходит, доход 15% годовых заканчивается, потому что в этом продукте 8 тысяч рублей. У вас опционы суши ресторанов. Компания либо у вас выкупает, либо вы их продаете на бирже самостоятельно. Два варианта у вас будет, в зависимости от того, сколько у вас инвестиций будет на счету. И вырастет эти 8 тысяч рублей у вас, которые, да? В три раза примерно. Вы еще 3 икса делаете. За три года, грубо говоря, 45% заработаете. И еще умножите на 300%. Это 345%. Раз в месяц можно выводить. За три года. Вот 8 тысяч положили, через три года сколько? Вдвоем просто говорили, сейчас я не все разобрал. 8 тысяч рублей положили. Через три года вы говорите, будет определенная сумма. Ну, примерно такая. Если я его не пробую, я положила и убью, да? Да. И, например, три года вы будете создавать с этой суммой сложный процент, да? Да, да, да. Давайте тогда я как акуэлятор включу сейчас сложного процента, где наглядно будет все видно. Хорошо? Хорошо. Еще вы сказали, Александр, что через, там, после завтра вы начнете получать. Это что означает? Да. Вы, смотрите, инвестируйте ваши инвестиции. Они что? Отправляются в работу, и вы начинаете доход получать. Это 8 тысяч рублей. Сколько процентов? Что еще раз? Сколько процентов? 15 процентов годовых. В месяц 1.25 процентов. Если по местам посмотреть. Это один доход. Но в этом продукте еще вы получаете опционы суши ресторанов, где вы их потом, через три года, еще в три раза вырастает. Это значит, вы сейчас какую-то часть получаете, так как суши опционы дивиденды вам приносят, и потом вы еще очень крупно зарабатываете. Потому что через три года вы еще 300 процент делаете на вашу инвестицию. Вот, смотрите. Что получается? Мы инвестируем, да, это примерно, ну, 105 долларов. 8 тысяч рублей. 15 процентов выбираем, вот, на три года. Получается, мы каждый месяц ничего не доинвестируем, да? Допустим. Допустим. Мы прибыль сколько получаем? Давайте посчитаем. Мы получаем прибыль. 8 тысяч нам надо умножить на 15 процент. Разделить на 100. И теперь нам надо 12 месяцев. 120 рублей мы получаем примерно в месяц. Это примерно сколько у нас? Еще раз. Ну, 2 доллара. 2 доллара, да. Да, 2 доллара мы получаем примерно в месяц. Что у нас происходит? Мы, например, оставляем их дальше, чтобы они работали. Каждый раз у нас же сумма растет. Вот здесь мы можем смотреть, как у нас сумма будет расти по таблице, да? Все вырастает, вырастает. Окей. Что мы получим? Знаешь, мы заработали 45 процентов. Это первое. Это получается, смотрите, мы инвестировали, да, у нас 45 процент от 100 долларов, да? 105 долларов. То есть это будет у нас, сейчас к акулятор посчитаю, 47-25 долларов. Плюс… За сколько? Что еще раз? За сколько? За 47-25. За 3 года. Плюс мы прибавляем еще 105 долларов. У нас они что увеличиваются до 3 раза? Это 315 долларов, да? Это еще прибавляем. Грубо говоря, 362 доллара мы делали через 3 года. Что вот так, простым языком, да? Понятно было. Сегодня инвестируем. Если мы все реинвестируем, ничего не добавляем. 362 доллара. 362 доллара – это за 3 года. Да. На 8 тысяч рублей. Да. Это получается 100 долларов и 300, ну 400 с чем-то, да? За 3 года. 362 за 3 года. Нет, 8 тысяч у нас первый взнос. Да. Сверху сколько добавляется? 300? Нет, это все вместе, все вместе суммы. А, все вместе считаете? Да. Все вместе. Ну, смотрите, удобнее считать в долларах, потому что 8 тысяч – это рубли, а 360 – это доллары. Да, давайте сейчас… Да, это все вместе. Первый взнос – это где-то 105-106 долларов. За 3 года получается 106 долларов превращается в 360 долларов. То есть увеличение в 3 с лишним раз. Да. Там 300 процентов. И теперь смотрите, возьмите 362 доллара, разделите на 36 месяцев. Почему? 3 года – это что у нас? 36 месяцев, правильно же? Это значит в месяц, грубо говоря, как будто мы по 10 долларов зарабатываем. И эти деньги, если мы умножим на тоже иные суммы, и, естественно, получаем побольше процентов. Правильно я поняла, да? На какую сумму умножить? А, там же разные папки есть. 8 тысячи там, 30 тысячи. Сейчас давайте объясню. Да. Это фиксированный… Да, фиксированный процент на суши ресторанов, он один. Если мы хотим через 3 года больше заработать, тогда я советую за 1700 долларов покупать опцион весь холдинг, потому что он в 5 раз вырастает. Смотрите. За сколько? За те же 3 года? Да. Вы больше зарабатываете, потому что вы совладеете всех брендов. Это только суши, одно направление, а там весь холдинг. Значит, у вас получается на 5 раз. С 1700 вы 8,5 тысяч долларов делаете. Через 3 года. Через 3 года, да. Вот это деньги 8,5, да? Только через 3 года мы можем забрать, да? Или можем любое время забрать. А вы, если хотите, раньше, ну, вы можете перепродать… Через год, допустим. Через год, ну, если вы их продадите другому участнику, либо внутренняя биржа, которая в компании будет, кто там спит. А внутренняя биржа как у вас работает? Сейчас еще нет, это будет потом, сейчас пока это все механика готовится. А будет международная биржа, где вы спокойно потом можете продать? Это будет, ну, в настоящее время, что у вас есть, чтобы обналичить эти деньги? Да. Вы можете продать любому участнику, если хотите. Если мы не можем продать, допустим, никого не нашли, в этом случае, как будет? Тогда у вас вы не можете их продать. Но здесь вы найдете по-любому… Вот это нас настораживает, потому что сейчас нам предлагает… Вы, Александр, слышали, да? Сегодня код подтверждения многие не могут получить. Андрей. Я могу вам сейчас объяснить, как вы продадите по-любому. Спрос на продукт, он закончится, и у вас просто с рук готовы будет очень многие скупить. Потому что здесь же ограничения. Это же нет того, что вы будете постоянно иметь доступ к этим опционам. 2% компаний всего лишь осталось. Когда они закончатся, все, кто успел, тот успел. Как вы думаете, когда человек погрузится, разберется, он увидит, какой рост компания за прошлые года сделает, куда она сейчас идет, практически никто не будет готов их продать. Потому что каждый будет понимать, среди 3 года на 5 раз сумма увеличивается, а, скажем, еще 10 лет возьмем, вы можете на 100 и на 500 раз увеличить инвестиции. Где, в каком бизнесе можно еще такие доходы сделать? Александр, а в кабинете где-то есть какой-то счетчик, который показывает, что вот столько уже опционов продано, а вот столько еще осталось? Ну, в кабинете мы можем смотреть, да, сколько продано. Суша ресторанов на третья часть продана. А суша вот этого, получается, холдинга 2%. Здесь, смотрите, чтобы понимать тоже, опционы рано и поздно закончатся, можете... Извини, перебью, 2% продано или 2% осталось? Осталось только. Осталось только 2%. Да. То есть 98% уже продано? Нет, нет, 5% только компании продавалось. Только 5% продавалось. Подожди, тогда я не понимаю, 5% продавалось? 5% в 3% продали уже. Ну, ты говоришь, а осталось-то только 2%. Ну, потому что 5% было и 3% продали, 2% осталось. А, понятно. От 5% и 2%. Все верно. На 20 миллионов долларов было, а 20 долларов, когда один опцион стоил. Доля, все. Это Алексиновский свои личные продает. Нам еще повезло, что здесь мы можем инвестировать, потому что их бы не было. Все. Надо было бы только на бирже покупать, когда выиграли. Тогда, Александр, такой вопрос. А ориентировочно, ну, вот на вскидку, да, ориентировочно, когда они могут закончиться и продаться уже полностью. Вот как раз хотел сказать. Может быть, примерно полгода, максимум до года. А может быть, в любой момент, когда крупный инвестор придет, примерно осталось около, если посмотреть, 10 миллионов примерно доля. То есть, и получается, в какой-то момент уже опционы перестанут продаваться. То есть, сама компания перестанет их продавать. Единственный вариант, если, например, я не купил вовремя эти опционы X100, у меня будет только вариант найти человека, у кого они есть, и чтобы у него их купить. Если он продаст. По договорной цене, да, соответственно. Да, можно с ним договориться, он может и сказать, цену выше, но готовый будет выше платить, все равно люди. Александр, а у вас есть такой чат, который ты хочешь продать, ну, что-то, да? Чат обменника, да. Чат мы не делаем, потому что у нас раньше было, но там мошенники заводятся, которые нехорошие дела делают. Из-за этого это мы лично делаем по структуре. У нас есть лидерский совет, я вхожу в лидерский совет, здесь VIX100, и мы потом говорим, кто хочет продать, например, говорит, у меня в команде готов кто-то продать. Кто-то летом купил за 20 долларов один, он готов сейчас за 40 продать, 100% наварился. Он говорит, я хочу пол пакета продать, все, и говорит, и мы по структуре смотрим, кто готов, потому что многие сейчас готовы за 40 купить. Знаете почему? Потому что надо 15 тысяч долларов, не у всех есть 15 тысяч долларов. Если мы за 1700 покупаем, один опцион стоит 50 долларов, 10 долларов разница уже, понимаете, да? И здесь тогда становится, и значит, если мы сейчас покупаем, мы знаем, что через год мы в наваре уже 100 и 200% можем быть. Ну, то есть люди покупают, вернее, люди понимают, что им выгоднее купить вот с руку какого-то партнера, да? Кто раньше, например, купил и сейчас готов продать, все верно. Раньше же продавали, когда это сколько лет назад все запускалось, там же за 2 доллара было. Понятно, цена растет капитализацией компании. Еще, кроме этой дохода, да, мы что еще имеем? Какой у вас маркетинг-план? Да, линейный маркетинг-план. Получается классика, бесконечная глубина, 7 раз видит. Александр, я извиняюсь, давайте, коллеги, закончим вот с пассивом сначала, а потом перейдем к маркетингу. Вот по калькулятору у меня вопрос, здесь я вижу графа суммы ежемесячной инвестиции. То есть, получается, мы с тобой посмотрели вариант, как, например, будет расти наша инвестиция, если мы не будем докупать новые опционы, да? А вот если регулярно каждый месяц еще докупать, что там в итоге получится? Мы создаем так сложный процент, как мы считали, мы можем 362 доллара за три года создать. Не, это ладно, а мы хотим же еще докупать, например, вы же говорите, по калькулятору можно купить. Вот, давайте добавим сейчас, то, что мы в пятницу будем докупать, каждый инвестиций, мы будем понимать, она еще в три раза вырастет. Мы скажем, на 20 долларов купили в пятницу просто, мы понимаем, через три года это 60 долларов. И это сложный процент делается. Получается, вот, если каждую неделю, скажем, по 25 долларов будем, по 100 долларов мы в месяц будем докупать, пример. Теперь, Александр, еще тогда такой вопрос, да? Вот мы уже говорили, что вот мы пассивный доход в конце месяца получаем, да? Да. Мы иную сумму туда ложим, и мы точно будем знать, что в конце, например, 3000 евро инвестировали, в конце месяца там 100 евро получаем. У вас прям конкретный такой есть, и если есть, тогда через такую систему мы выводим, карточка или что? Да, хорошо. Вы либо на банковский счет, либо на любую банковскую карточку выводите? На любую. Да. Можете на чужие карты выводить без проблем. Это с этого, с кабинета, да? Да. У нас отличные кабинеты, и мы можем оттуда вывезти, да? Да, все верно. Чтобы нормальные проценты получить, сколько, вот оптимальный вариант, чтобы инвестировать. Да. Это зависит, сколько вы хотите заработать. Ну, я, например, в начале, ну, где-то 100 евро, например, ну, доллара. Хотите каждый месяц зарабатывать? Да. Да? Да, да, да. 100 долларов хотя бы. Вы хотите каждый месяц, либо вы хотите через 3 года начать, чтобы их зарабатывать? Нет, ну, если мы хотим, каждый месяц. Каждый месяц. 3 года, это, да, это понятно. Окей, ну, давайте посчитаем 100 долларов, чтобы зарабатывать. Сейчас. Получается, смотрите, 8 тысяч долларов. Если вы инвестируете сейчас, вы будете получать каждый месяц 100 долларов. Плюс. То есть, тысячи долларов? Да. Вы будете получать каждый месяц 100 долларов в течение 3 лет. Это 100 процентов? Сколько процентов будет? 1.25 процентов в месяц. А, даже не 2 процента, да? Да. Да, меньше, чем она. Это, это одно меньше, а дальше, смотрите, что будет. Вы же еще получаете опционы суши, которые 8 тысяч. Это нам не очень-то понятно. Да. Ну, я сейчас объясняю вам как раз. Я же вам и объясняю, да? Это получается, смотрите, что у вас получается с этих 8 тысяч. Среди 3 года это 24 тысячи долларов. Потому что в 3 раза увеличивается стоимость. То есть, вы получаете опционы ресторанов, покупаете в этом продукте. Вы получаете пассив каждый день, раз в месяц выводите. И вы получаете еще, владеете опционов ресторанов суши, которые реальный бизнес. И это получается, если сравнить, это сильно прибыльный тем, чем вы сравните, если вы сравните с вашей компанией, здесь в разы вы больше просто получаете. Если за 3 года посмотреть, сколько вы можете заработать за 3 года, 8 тысяч заинвестировать у вас в компанию? Сравнение сделайте просто себе сейчас, например. 8 тысяч чего? Долларов, рублей? Долларов. Сколько можно Good is Life заработать за 3 года? 24, да? 3, да. 8 тысяч долларов. Ну, там в Life is Good можно посчитать сложный процент? Нет, почему? Мы же сейчас считаем, деньги же каждый месяц забираем. Мы же тоже не считаем сложный процент здесь. А, ты имеешь в виду, когда пассивный доход приходит, и мы его забираем, да? Да, если, например, вы сейчас заинвестируете, смотрите, 8 тысяч долларов, что вы в месяц будете получать? 2 раза. Ну, мы будем получать 250 евро. 250, да? В месяц будем получать примерно. Примерно. Умножим на 36 месяцев, правильно? 3 года. Это 9 тысяч. За 3 года вы получите 9 тысяч, да? Сколько инвестировали? 8 тысяч. 8 вложили, 9 получили. Ну, примерно 100, где-то 110 процентов, 120 за 3 года, да? А теперь смотрите, следующее. Мы здесь, где вот про x100, в месяц 100 получаем. Думаем, 150 меньше получаем, окей. А если здесь 3 года, что у нас получается? У нас эти опционы в 24 тысячи долларов, плюс за 3 года мы получили 3600. Здесь 9 тысяч, здесь 3600. И еще 24 тысячи. Если 24 тысячи, прибавляем 3600, мы получаем 27600 долларов. А в Good is Life мы 9 получили. Нет, 9 это без сложных процентов. А мы тоже считаем без сложного процента. Еженщина, если мы еженщина снимаем. Здесь и без сложного процента мы все считаем тоже. Здесь нет сложного. Мы сейчас без сложного процента. Мы же забираем деньги. Да, здесь, насколько, смотрите, разница с Life is Good какая. Что Life is Good, сколько не существует компании Гермес. Вот у вас есть счет в евро? Что 7 лет назад, что 5 лет назад. Ну, евро же, вот у него есть его стабильный курс. И все. А здесь у вас, ваша инвестиция, она же в опционах. Это, по сути, опцион это что? Это доля компании. Растет компания и растет опцион. Вот, Александр, скажи нам пример. Несколько лет назад ты говорил, вот сколько один опцион стоил? 4,5 года назад, например, если в опцион суши инвестировали. На сегодняшний момент в 22 раза вы увеличили ваши инвестиции. Значит, заинвестировать 1000 долларов. 4,5 года прошло, 22 тысячи долларов. Да, то есть представьте, за 4 года уже выросло в 22 раза. Вот в этом разница, что, допустим, получается, тот, кто инвестировал несколько лет назад в Life is Good. Да, он получает пассивный доход, но только вот эти вот самые 20% годовых и все. А здесь растет сама компания и растет каждый опцион. Вот в этом разница. Да, если компания не растет. То есть, значит, 0 мы получаем, да? Если компания не растет. Из-за этого мы же статистику, я вам показывал, как компания растет. И мы растем постоянно и будем дальше расти, потому что рост неизбежен. Он постоянно идет, потому что рестораны постоянно открываются, люди приобретают себе бизнесы, либо готовые сети скупаются. Но я добавлю, коллеги, даже, хорошо, давайте предположим такую уникальную ситуацию. Ни одного нового ресторана, ни одного нового бизнеса не откроется. Но, извините, мы с вами вон на камеру выходили. Уже сейчас сотни ресторанов работают, люди приходят и платят деньги. То есть, даже те бизнесы, которые сейчас есть, они уже приносят прибыль. И, соответственно, вот эти 15% годовых-то, Александр, они откуда берутся? В ресторанах? Да, с работы действующих бизнесов. Это же не из воздуха откуда-то. Мы же говорим сейчас только о тех ресторанах, которые вот указаны. Это, допустим, 10-13, да? Это, ну, допустим, вот эти суши перестали работать. Допустим. Вот когда судебность, допустим, перестала работать, да? Понимаете, мы так можем рассуждать. А давайте представим, что завтра люди перестанут ходить в Макдональдс. Что с Макдональдсом произойдет? Я хочу просто спросить. Да, давайте так спрошу. Не один же. Да-да. Здесь же мы... Я так понимаю, что если мы вкладываем вот эти тысячи семьсот или там восемь тысяч рублей, ой, восемь тысяч рублей, да? Да только на суши. Или вот на все эти... Нет, если хочешь, что инвестируй тысяч семьсот, тогда на все. Тогда на все, да. Восемь тысячи, это отдельная суши. Знаете, чтобы понимать, как хорошую стратегию подобрать? Сколько вы хотите зарабатывать? Вы хотите ежемесячно, либо через три года вы хотите очень крупно заработать и потом всегда крупно зарабатывать? И так, и так хотим. Тогда я могу вам хорошую стратегию разобрать, разобрать, разоработать. Вот такие. Да, смотрите. У меня, знаете, какая стратегия? Я скупаю опционы. Потому что я понимаю, зачем мне сейчас нужны эти какие-то мелкие проценты, 1.25% в месяц? Что оно мне даст? Когда через три года я пять раз минимум увеличиваю мои инвестиции? Нет, нам-то еще надо жить. А я партнерской программой занимаюсь. Смотрите, я занимаюсь партнерской программой, потому что люди идут, я там зарабатываю. За год и два месяца, да, я заработал уже более 45 тысяч долларов по партнерской программе только здесь. Это получается... Это интересно. Это через сеть, да, получается? Ну, смотрите, давайте мой кабинет вам покажу. Хотите? Да. Сейчас зайду в свой кабинет. Мы это закончили, да, мы переходим на маркетинг-план. Я правильно поняла? Сейчас перейдем. Давайте, знаете, что я вам еще скажу? Вот одно. То, что мы сейчас развираем, здесь смотря, знаете, как сравнить. То, что я отчет делал, если вы будете инвестировать вот эти 8 тысяч даже долларов, как мы считали у вас, вы здесь заработаете, если бы сюда, в три раза больше. Просто срок немножко дольше, но все равно время пройдет. Вот в чем разница. Либо вы сразу будете 250 долларов получать, да? Либо 100 долларов. А за три года вы просто еще получите почти 19 тысяч. Потому что дифференция какая получается у нас. Александр, у меня вопрос возник. А вот ты говоришь, тебе несколько лет назад уже эту тему предлагали, но ты никогда не заинтересовался или не разобрался. Да, знаете, почему я не заинтересовался? Да, объясни. Маленький процент, потому что я сказал, какая-то ерунда, что это 20-15%. Я раньше торговал на биржах, я в месяц делал от 100 до 400% в месяц. И мне говорят 20%. Как вы думаете, что я сказал? Зачем оно мне, да? 20% в годовых, не в месяц, да? Да. Я говорю, зачем оно мне нужно? Когда я такой зарабатываю, говорят, подожди, ты можешь опцион в суши инвестировать от 50 тысяч долларов, пока за пакет. Если бы я туда заинвестировал, это сколько? Три года назад, это примерно 17 сексов было. Вот представьте 50 тысяч долларов. А я торговал, зарабатывал, потом терял, зарабатывал. Терял, что привело? Не сохранил этот капитал. Да, получается, деньги. Они улетели, больше зарабатываешь. Но если нет инструмента, где ты их сохраняешь, а здесь же наземный вот этот твердый бизнес, где ты как раз приумножаешь. Я посчитал, а если просто в рестораны, офигеть, 10 ресторанов было. И представьте, даже один ресторан мне бы приносил 3 тысячи долларов. Я бы 30 тысяч долларов просто на пассиве получал. Это каждые два месяца я мог новый ресторан открывать, если бы хотел. Я понимаю, так, когда в том году вышла партнерская программа, ее не было. Я думаю, опа, партнерская программа. Ну-ка, надо еще раз разобраться. Что я там не разобрался? Когда я разобрался, я 4 месяца разбирался, потому что я скептично относился, потому что много где обжегся. Но когда я понял, насколько здесь выгодно, я сюда включился и начал команду строить. С нуля. Со мной никто не пошел, я с нуля начал. Социальные сети развивал. Я оттуда люди начали писать. И список звонки, встречи, как обычная классика. И все, люди начали приходить, и оно вот так пошло. Первый год очень сложный был, потому что модель была понятна, но не сильно понятна людям. В этом году еще легче стало. В прошлом году только было там где-то 600 точек, представьте. А в этом году, когда партнерам показываешь, 1500 почти филиалов. Представляете, какой масштаб это уже большой? Это много о чем говорит. И рост компании, как он произошел уже, видно, насколько брендов подключились, что 19 направлений. А когда в прошлом году начиналось, два направления только. Суши-рестораны и пиццу направление разрабатывали. Слушай, получается, когда тебе в первый раз предложили несколько лет назад, там партнерки вообще никакой не было? Не было. Ноль. Яновский был против MLM, против партнерки. Он сказал... От Яновских. Он негативен был к этому, да? А когда он узнал, как партнерка крутая, увидел, что в мире все по партнерке делают, говорят, а почему нам не попробовать? Потом разработаю концепцию, все. Здесь 30% в маркетинг план уходит, если посмотреть. А основное все идет в компанию. И почему по партнерке тоже идет? Чем мы больше делаем первую линию, либо глубину, я глубину строил, команде помогал закрепляться. Если бы я только на первую линию больше работал, у меня бы человек в два раза больше, как минимум, либо в три был. Но я на глубину работал, фундамент закладывал, на будущее. Потому что я сейчас могу остановиться, у меня уже команда не остановится. Я уже вышел на тведр и пассивный доход, где он постоянно каждый месяц растет, растет. И не останавливается. И это только год и два месяца прошло. У меня сейчас еще осталось 28 тысяч долларов. Сейчас могу вам кабинет показать. И у меня будет полтора миллиона оборот команда долларов сделала, которые деньги зашли. И у меня партнеры заработали, могу показать, 142 тысячи долларов только партнеры заработали. по партнерской программе. Это показывает, что у меня партнеры зарабатывают. Я их могу обучать, у меня есть система, есть дубликация, что нужно делать, кто делает, он зарабатывает. Это показывает, что люди могут зарабатывать и по партнерке, потому что сумма приличная. Такая вышла. И знаете, от чего я здесь я кайфую и радуюсь? Большинство инвестирует в опционы, чтобы через три года продать, сделать 5 иксов и потом франшизу купить. Эти же деньги, которые они на 5 раз увеличат, а не франшизу, я опять по рефералке получу. Как вы думаете, через три года, сейчас у меня за три года, сколько здесь, ну за год, скажем, опционы закончатся, будет еще, может, 2-3 миллиона, купили которые. Потом эти 3 миллиона, они сколько на 5 иксов? Примерно 15 миллионов. Партнеры покупают франшизу, и сколько я процентов получаю? Я спокойно полмиллиона долларов могу заработать по маркетинг плану, как минимум, да? Здесь разные стратегии есть, смотря что мы преследуем. Я и на потом делаю, и сейчас, да, вот такие, и показываю, скажем, кто хочет. По партнерке, на, зарабатывай, сегодня заработал деньги, вывел, все, есть на что кушать. Андрей, а у вас позиция какая здесь? Андрей, у меня простая партнерки работают. У меня простая, но я по сравнению с Александром новичок, потому что я зашел где-то месяц назад, поэтому я, по сути, я сам еще только разбираюсь в этой теме. Но концепция мне понравилась, то есть мы уже говорили, потому что я сторонник, сами знаете, есть люди, которые любят хайпы, им подавай 20-30 процентов в месяц, не меньше, а я считаю, что в хорошем инвестиционном портфеле должны быть и надежные, такие консервативные компании, которые небольшую доходность платят, но работают много лет, а уже если есть фундамент, можно сказать, такого портфеля, то можно добавить что-то более высоко доходное, более интересное. Ну вот, кстати, пример, то, что Александр сказал, вот как, видите, он когда торговал на бирже, он тоже так отмахивался, дай какая-то ерунда, 20 процентов годовых, что тут заработаешь. Расскажу реальную историю, приходит тоже созваниваемся с женщиной, я ей тогда рассказывал про Life is Good, говорю, она жалуется, что за год 5 тысяч долларов в разных проектах потеряла, туда вложила, сюда, все, сейчас ноль. Я ей говорю, ну вы знаете, есть надежные компании, вот, например, Life is Good, там 20 процентов годовых, она говорит, ой, 20 процентов годовых, это же ерунда, типа, что тут заработаешь, я говорю, ну логику давайте включим, если бы вы год назад 5 тысяч долларов вложили под 20 процентов годовых, у вас сейчас было бы 6 тысяч долларов, но вы гнались за высокими процентами, вложили туда-сюда, и у вас сейчас ноль, так лучше-то ноль или 6 тысяч долларов, да, вот, поэтому как раз пример, вот то, что Александр упомянул, действительно, если бы он там это предложение принял несколько лет назад, опять же, X100 не запрещает никому торговать на бирже, нравится, торгуй, правильно, сделай себе финансовую подушку, часть денег запусти в надежный земной бизнес, и торгуй себе на бирже, разница только в чем, что даже если ты там в пух и прах все проиграешь на бирже, у тебя останется финансовая подушка. Здесь смотрите, знаете, почему я тоже в это направление пошел, и не пошел такими за большими процентами 20-30, если бы я туда пошел, я бы мог сейчас 50 тысяч долларов в месяц зарабатывать, но что дало, в любой момент оно бы закрылось, а потом бы сколько людей меня искало еще, мне неинтересно, я хочу спокойно жить и перемещаться в мире, я здесь понимаю, степ-бай-степ, оно постепенно растет, 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 этот год вообще уже так оборот набирать, я понимаю, этот год и еще два года, это будет три года, и этот четыре, и потом я еще буду смотреть, нужно мне усилия в команду приложить, может один-два года, а потом все, я на пассив выхожу, почему? Потому что команда запущена, ее не остановить, она сама будет, уже большинство у меня ветки сами работают, я встречи не провожу, они сами делают, я только проценты туда получаю, оно идет, плюс за этот год, два месяца, я еще команды бренд создал, свой сталкер, у меня еще картина сзади, да, это как раз еще дополняет, как раз, где мы выделяемся, и к нам многие хотят, в команду, почему? Потому что у нас есть инструменты, поддержка, работа с командами, планерки тогда, где дополняет и обучает новичка, где может прийти, провариться здесь с нами, и успеха реально достичь, где у кого даже если не получалось, главное, чтобы было у него желание выдержать, скажем, 3-5 лет, все, 3-5 лет, ты можешь либо 5-10 тысяч долларов минимум пассива выйти, либо больше, если будешь реально здесь развиваться в этом направлении, из-за этого лучше один раз делать, либо постоянно компания менять, я за 5 лет много компаний менял, много где участвовал, я даже первый биткоин покупал за 400 долларов, у меня 200 биткоинов было, вы знаете, какая цена потом выросла, да, у меня все разлетелось, финансовой грамотности не было у меня, 800 эфиров у меня было раньше, тоже все разлетелось, это получается, не было финансовой грамотности, я туда инвестировал, это зарабатывал, терял, зарабатывал, терял, вот так 5 лет пролетело, получил опыт, в кармане ноль, долги еще надел, когда сюда пришел, все изменилось, с нуля, самому надо было, ну и что, я окружение изменил, всех тех убрал, негативных людей, которые меня вниз только тащили, и по-другому начало, все начало складываться заново, и нужное окружение сформировалось, вот костяк команды срастается, сейчас все больше, и где я вижу, что я в 1% в компанию вхожу, плюс заработал себе должность, в лидерский совет еще вхожу, где я вижу внутри, что происходит, где я могу свои идеи давать компании, реализовывать, меня другие поддержат, у меня уже один партнер, даже туда уже попал, в этот лидерский совет, насколько это круто, когда ты еще внутри видишь, чем компания занимается, какие сложности бывают, как они решаются, к чему идут, какие бизнесы на заднем плане уже подключить, где официально еще не дают всем знать, масштабы просто зашкаливают, и ты когда это все понимаешь, ты понимаешь, вау, вот это стоит один раз что-то сделать, чтобы оно вечно было, где-то по наследству передашь, не где у тебя через 5-10 лет закончится, где оно у тебя будет дальше на поколение работать, потому что сильно разросло сейчас компания, 13 стран, тысячи почти 500 филиалов, 19 брендов, представьте, даже если 2-3 бренда уйдут по барабану нам, компания дальше будет развиваться, вот что здесь интересно, а когда 100 брендов будет, представляете, какая машина синяя, так, немножко хотел еще другую сторону озвучить. Да, я хотел еще вам, коллеги, такую мысль интересную, вот еще много лет назад, когда я читал книги Роберта Киосаки, может быть, вы тоже там читали, помните, какие виды бизнеса есть, есть традиционный бизнес, да, есть, но у традиционного бизнеса проблема в чем, то есть человек открывает на свой страх и риск, и наверняка вы знаете примеры, и сами, может быть, пытались открывать, или знакомые открывали, человек начинает с нуля, и очень часто прогорает, пролетает, что-то не пошло, потому что опыта нет, люди пытаются открывать там рестораны, парикмахерские, автомойки, а сами понимаете, чтобы создать успешный бизнес, надо очень много факторов, чтобы вместе все работало, да, и появилось такое понятие, как франшиза, то есть франшиза, вот известный самый пример, это Макдональдс, то есть бизнесмен Рэй Крок приехал в закусочную братьев Макдональдс, которые действительно, это был успешный ресторан, и туда приезжали водители, и им нравились вот эти гамбургеры, и Рэй Крок посмотрел и подумал, слушай, ну, если это так востребовано, а почему бы это не размножить, то есть если есть успешный ресторан, который пользуется популярностью, надо просто это размножить, и вот так появилась идея франшиз, то есть зачем изобретать велосипед, если можно взять уже готовое что-то, которое работает, и его просто размножать, и вот, насколько я понял, как раз концепцию X100, Алекс Яновский, по сути, тоже решил, а зачем изобретать велосипед, Саша, расскажи немного, как там получился вот этот контакт с сушимастером, как они законтачились-то? Да, очень интересно, это как раз один ученик, который обучался масштабировать свой бизнес, он пришел в 2014 году, в 2015 году дошел до 16 ресторанов и не мог больше расти, он в Тюмени город, 15 ресторанов вырос, и не может масштабироваться, в другом городе хотел, не мог, и начал обучаться у Яновска, Яновский разбирает бизнес, обучает, ему модель очень такая понравилась, они заобщались, и поняли, что можно запартнериться, потом 16 ресторанов, сколько там, на 53, если не ошибаюсь, примерно выросли, почти в 3 раза, это что, это показывает компетентность и управление знания Алексея Яновска, что дала, что они хоп, за год выросли так, и потом начали все расти дальше, потому что он вот понял, а зачем, например, почему они еще партнерскую программу сделали, он понял, а зачем мне владеть всеми ресторанами самому, он хотел сам владеть, создать все 30 тысяч ресторанов, чтобы он всеми владел, а потом понял, зачем, когда если обычные люди будут владеть, компания ноль денег инвестирует в рестораны, представляете, как круто, она ноль инвестирует, инвестор все инвестирует, а компания прыгает получает за счет того, что управляет, а инвестору хорошо, что управлять не надо, вин-вин ситуация, на равных справедливо, знаешь, компании не надо собственные деньги на развитие, вот что, но она, конечно, за свои деньги еще час открывается, другие скупает, а за счет этого других инвесторов, как обычные люди, которые, да, у кого даже 100 долларов в кармане есть, могут приходить и создавать себе здесь уже активы, еще сложный процент, когда подключают, все начинают удивляться, вау, как можно со 100 долларов, там, 20-30 лет, миллион долларов создать, большинство всех хотят, миллион долларов, хорошо, а как его сохранить, потом еще получать 20% годовых, в надежном бизнесе, здесь, в разных франшизах, ты будешь инвестировать, 20% с 1 миллиона, это 16600 в месяц, пассивного дохода, все, жизнь удалась, в любой стране, в Швейцарии, в Цюрихе, тоже можно жить, на 10 тысяч долларов, сложновато уже, если семья, два ребенка жить, потому что дорогая страна, а так уже позволяет очень хорошо, в других странах, все великолепно, тоже можно позволять, наша цель какая, я с партнерами, когда работаю, создать партнеру, помочь, как я себе сейчас, миллион долларов, чтобы он минимум 20% годовых приносил, потому что это выше крыши, хватать будет, потому что даже 50% можно дальше инвестировать, 50% жить хватать будет, а еще партнерская программа, когда ты запустил, ее никогда не остановишь, потому что у нас есть такое же, еще мы как озвучили, пятница день инвестора, где каждый привычку раз в неделю сам инвестирует еще, и это видно постоянно, люди инвестируют, инвестируют, инвестируют постоянно, и оно идет, идет, и разгоняется, разгоняется, разгоняется все больше, ну и конечно можно не привлекать никого, можно со своими деньгами хорошую стратегию сделать, чтобы сказать, а как я буду через 5-10 лет, если за большими процентами сейчас гнаться, не всем повезет, кто-то да, кто-то потеряет, заработать где-то, 100, 200, 300 тысяч долларов, окей, а как он потом будет сохранять, и там хотя бы какой-нибудь процент получать, потому что если в какую-то он пойдет сомнительную там финансовую пирамиду, он может закрыться, либо через год, либо меньше, либо через два, и он может потерять, потому что от жадности он будет больше, больше туда инвестировать, чем свои деньги забирать, как это происходит, когда еще финансовая грамотность, вот эти нюансы у большинства людей же, они что, отсутствуют, а здесь как раз обучение есть, очень хорошее, качественное, финансовую грамотность прокачивать свою можно хорошо, много что есть, не хочу вас сильно погружать, я знаете, что бы хотел спросить, как долго вы занимаетесь Good is Life? Life is good. А, да. Жизнь прекрасна. Я три года. Три года. Я полгода. Окей. А за три года вы довольны то, что вы достигли там? Да, сегодняшний день мы были довольны. Ну, там уже какие-то проблемы начались, и вот думаем дополнительно. Подстраховаться где-то, да? Да, страховаться. Здесь, опять же, коллеги, вот смотрите, Александр правильно сказал, высокодоходные проекты, назовем их хайпы, да, они позволяют зарабатывать быстро, много, но через какое-то время это может все прекратиться, да? И даже в такой надежной компании, как Life is Good, компания уже семь лет получается на рынке, и то, вот вы упомянули проблему, значит, на коды не приходят, а коды не приходят, вы не можете делать финансовые операции. В России, мы тоже говорили, в России, например, вывод сейчас уже где-то с прошлой осени не работает, только через внутрянку там люди могут обмениваться, да? То есть, опять, даже среди таких надежных проверенных проектов тоже бывают какие-то временные сложности, может быть, технические сложности. Будем надеяться, что они эти вопросы решат все. А, извините, а людям надо, ну, чем на что-то жить, оплачивать текущие расходы. И получается, я, почему я горячий сторонник именно инвестиционного портфеля, потому что всякое в жизни бывает, да? Я постоянно привожу пример, вспомните Советский Союз, вспомните рекламу везде, храните деньги в сберегательной кассе, да? И что? Миллионы советских граждан несли деньги в сберегательную кассу, потом Союз развалился, и те тысячи рублей, которые у людей были до перестройки, до реформ, вдруг обнаружили, что там до перестройки, до реформы он мог машину купить там на пять тысяч рублей, а сейчас может батон колбасы купить. Все, ни в чем себе не отказывай. Вот. То есть, опять же, риски есть, никуда ты этого не денешься, но в данном случае, на мой взгляд, это неплохой инструмент как раз диверсификации надежного земного бизнеса, который не легенда, как в хайпах, вы сами знаете, часто рассказывается некая история, что вот мы инвестируем туда-сюда, а здесь все в режиме реального времени. Вот я реально упомянул, что даже у нас в Нижнем Новгороде две точки суши-мастера надо будет запланировать там побывать, к примеру. Вот. А вы, даже, например, у вас пока в Бишкеке получается одна точка есть, вот, по-моему, парикмахерская какая-то, тоже можете туда съездить и посмотреть, что за место. Все, Андрей, я вот хочу вам вопрос задать, да, вот насчет и про систему. Можете немножко рассказать, что за вот эта система, как она работает, от этого зависит или не зависит наши деньги, но всем предлагают, чтобы мы открыли карточку, закатывали, да, ну, заказали, дальше что? Вот можете, вы же вам... Коллеги, поскольку мы сегодня собрались именно по проекту X100 говорить... я вот немножко хочу попросить. Мы, давайте, мы можем отдельно запланировать именно разговор по системе, просто Александр, я так понимаю, время тоже ценит. Да, я тоже хотел, просто у меня уже я одну встречу передвинул, я так вообще время сильно не уделяю. Спасибо, извините. Вы же понимаете, у меня команда очень большая, у меня тысяча человек организации, да. Команда большая, да. Александр, если коротко, по партнерке еще, пожалуйста. Считайте, что мы тоже ваша команда. Хорошо. Просто смотрите, что понимаете, в инвестициях всегда есть риск. Надо смотреть, а как мы справляемся с риском, какую мы стратегию выбираем. За счет того, что мы в разную нишу здесь можем инвестировать, риски не меньше становятся. Если что-то закроется, нам по барабану будет, у нас другая ниша работает, понимаете, мы перекладываем и выиграем. Если в головную компанию заинвестировали, да, в франшизу, потом в какую-то долю, и скажем, какая-то там доля ушла, а все равно мы в головной компании владеем. Все равно мы в плюсе больше остаемся. У нас потери, они мизерабленные тогда. Если даже посмотреть так, хотя это, скорее всего, не будет произойти, но я так немножко ситуацию говорю, что мы думаем, что-то дальше произойдет, какие-то риски. Вот так делаем. И здесь, получается, нужно просто правильную стратегию составить, а когда есть правильная стратегия, тогда есть правильное развитие, и тогда все получается. Если мы хотим партнерку, потом люди просто находятся, они приходят. Раньше ко мне в команду приходили только по 100 долларов люди. Потом начали приходить по 500, по 1000, по 50 тысяч долларов инвестируют. Все больше люди начали инвестируют. Почему? Потому что компания узнаваема стала, репутация выросла, хейта меньше стала, потому что кто придирается к компании хейты, у нас есть служба защиты, которая разбирается и в суд их вызывает. Очень много хейтеров видео поудаляли, что-то не оставили, потому что уже не могут придраться. Либо штрафы, либо судят их. Занимаются тоже. Это получается, здесь вот с этой точки если разобраться, и как раз надежность, уверенность приходит, что компания об этом тоже заботится, чтобы каждый мог тоже понимать, почему здесь выгодно здесь идти, ну и составление правильной стратегии дойти. И по партнерке, когда, например, заниматься, тогда я понимаю, куда я человека зову, потому что он заработает, чем он куда-то пойдет, сейчас 20-30 процентов, пара месяцев заработает, а может потеряет. Либо в одном успешном год будет зарабатывать, через год пошел куда-то на высокие проценты, в другую, и там все деньги потерял, и все. И за два года он два года жизни потерял, а что бы он здесь за два года сделал? Минимум на 500 или на 1000 точно в месяц доход вышел. Или он вышел быстро там на 20 тысяч, а потом, гоп, ноль, и ничего нет, и сколько людей его искать будет. Либо просто вышел себе на такой доход. Разница большая, понимаете, да? Есть чуть вперед посмотреть. По партнерке что конкретно вас интересует? Спросите. Могу вам конкретно объяснить. Значит, я думаю, стоит осветить вот этот момент дополнительного взноса для участия в партнерке. То есть здесь будут заходить люди, которые просто инвесторы, не хотят никого приглашать. Что дополнительно еще должен платить тот, кто хочет именно стать партнером? Да. У нас, смотрите, просто можно инвестировать и не активировать партнерскую программу. Можно просто инвестировать. Кто хочет заниматься бизнесом, единоразово это стоит 76 долларов. Один раз жизни, все. Вы платите 76 долларов, вы можете заниматься привлечением инвестиций. Скажем, первое, вы привлекли инвестора на 10 тысяч долларов, вы с него сразу заработаете 5%. Да? Он заинвестировал 10 тысяч долларов, вы 500 долларов заработали. Можете их вывести сразу. Это зависит от вас. Потом, если вы создадите, смотрите, что больше зарабатывать, у нас, скорее, на лестнице есть 12 ступень. 20 тысяч оборотов с командой создали, вы на 3% больше будете зарабатывать с одной же и той же сделки. Если кто-то придет, скажем, на 10 тысяч долларов, не 500, а вы уже 800 заработаете. За одну и ту же проделанную работу уже начинаете в полтора раза больше зарабатывать. И еще потом другие бонусы подключаются. И бесконечная глубина включается. Потом чека, чека можно зарабатывать. Если вы научитесь, чтобы вас партнер зарабатывал, вы можете от него, на чека, профитировать. Даже можно потом от группы товароборот зарабатывать. У меня уже скоро такой бонус будет включаться. Где я до такой степени сейчас захожу, где я товароборот от всей группы. Они сделают, скажем, в месяц 300 тысяч долларов. Я, например, 1% получу. Просто 3000 долларов бонусом. Уже тоже такой приятный бонус будет. И тогда мировой пул еще есть, где мы можем получать, когда мы доросли до определенного. Потом за быстрый старт мы можем получать в месяц, если там подключаем 10 человек на 100 долларов партнерскую программу 10 человек подключаем, мы 1000 долларов сразу зарабатываем. экстра-бонус. Тоже, кто быстрые деньги хочет, может получить. Либо 3 человека подключи и 100 долларов получим. 5 человек 300 долларов, 8 человек 400 долларов, а если 10 тысяч... Вот это 400 долларов, еще один вопрос тогда. От купленного папки не зависит, да? Завел человека и 100 долларов получил. Так же получается? Не зависит от вот этих... Это зависит, когда человек минимальную инвестицию делает на 8 тысяч рублей и партнерскую программу активирует. Это называется, смотрите, что получается. 100 долларов получает, да? Да, 100... Нет, смотрите, он 100 долларов заинвестировал, эти деньги работают, партнерскую программу 76 долларов заплатил. Если вы троих таких человек в месяц завели, в один календарный месяц, вы получите от компании 1 числа на следующий месяц 100 долларов бонусом. плюс по партнерке вы получили 5 процент от каждого инвестиции. Знаешь, 115 заработали, от 100 долларов 5 процент 5 долларов. А если вы еще двоих подключили в этот же месяц, у вас 5 человек вместе. Вы уже 100 долларов и еще компания 200 добавляет, вы уже 300 долларов получили. А если вы еще троих подключите, у вас суммарно 8 человек в месяц, да? Вы получите 400 долларов все вместе. А если вы еще 2 человека, да. Маркетинг план ролик. все есть, все разрезано по блокам. Я пришлю информацию в эту группу, где мы находимся. Посмотрите, там все бонусы, все расписано, есть. И в письменном виде тоже скину. Global Star Club Возможности безграничны.